Добрый день! В эфире программа Майя Слово. С вами я, ведущий программы Юрий Мацарский. У меня сегодня сразу два гостя. Сегодня особенный случай, особенный день, поэтому у меня два гостя. Надеюсь, что техническая часть программы не подведет, и мы сегодня будем слышать всех, и меня, и двух моих гостей. Это Виталий Сыч, главный редактор журнала НВ, и Дмитрий Ишимков, глава совета директоров Дарница Групп. Друзья, я надеюсь, вы здесь, со мной, вы слышите меня, и я услышу вас. Привет, Юра, здравствуйте все, и привет, Дима. Привет, Юра, привет, Италий. Всем привет. Друзья мои, я напомню, что сегодня четверг, а значит, сегодня выходит свежий выпуск журнала НВ. Я сейчас попробую обложку журнала показать на камеру. Почему я попробую показать на камеру? Потому что у нас теперь опять появилось видео. Оно, правда, неполноценно еще, пока можно видеть только меня, ну и обложку. Хотя физически обычно в 10 утра в четверг журнала еще нет. Откуда у тебя обложка? А эту обложку мне прислал Виталий Сыч по блату, по большому, вчера утром еще. По WhatsApp, да, потому что физически журнала еще нет даже у нас в редакции. Друзья, давайте объясним, это же спецвыпуск, это же не просто необычный номер журнала НВ, это особенный выпуск журнала НВ. Давайте объясним, в чем его особенность и какова роль в создании этой программы нашего внезапного, скажем так, гостя Дмитрия Шимкиева, главы Совета и директоров Дарницы группы. Ну, давай, Юра, я начну, наверное, это особенный номер, потому что это спецпроект с британским еженедельником The Economist. Многие, наверное, знают, это один из самых авторитетных журналов в мире, если не самый, да. Какое-то время назад мне захотелось, чтобы украинцы не только варились в украинском информпространстве, но и получали доступ, так сказать, актуальному дискорсу мировому, да, чем дышит весь цивилизованный мир. И появились вот такие совместные проекты с британским экономистом. Сначала это был мир в, мы трижды провели этот проект, мир в следующем году, да, мир в 19-м, мир в 20-м, когда разные люди размышляют о том, как измениться там, что произойдет в следующем году. Вот. И эта практика, она теперь распространилась, мы попросили британцев предоставить нам права, это, кстати, не обычный случай, потому что обычно они предоставляют права на свои готовые продукты, а тут мы попросили их предоставить права на разные статьи, объединенные общей темой. Тема такая, как пандемия изменит мир, да, там, как коронакризис изменит мир. Вот. Они подумали и согласились, это, по-моему, впервые в их истории, и мы у них берем, там, 10-15 материалов о том, как вот этот кризис повлияет на церковь, на геополитику, на бизнес, на экономику и прочее. И, как бы, объединяем их одним общим номером. Вот. А что касается причины появления, как ты говоришь, внезапного гостя третьего, так это то, что, например, у доступа к этому мировому дискурсу есть цена, к сожалению. Я рад, что наши устремления, вот, разделяют партнеры, такие, как Дарница Групп и Дима Шинки, в частности. Вот. Они сделали, так сказать, выпуск такого номера возможным, помогли нам. Давайте, Дмитрия, подключим к разговору. Я хочу, хочу выяснить, Дмитрия, чем руководствовался он, чем руководствовался, может быть, его коллеги, чем вы руководствовались тогда, когда принимали решение помочь журналу, помочь Виталию в создании спецвыпуска НВ? Здравствуйте. Во-первых, я всегда рад тому, что Дарница смогла поучаствовать в этом проекте, в создании нового, нового издания в рамках нового времени, которое поможет читателям и всем украинцам больше понять, что происходит в мире, посмотреть на кризис многогранно, понять те аспекты не только здравоохранения, но политико-экономические и более глубже заглянуть за горизонт города, страны Украины. Это позволит всем нам более осмысленно делать решения, видеть возможности, понимать угрозы и, соответственно, делать те решения, которые необходимо делать каждому человеку, если не имеет значения, это касается его личной жизни, или это касается его бизнеса, или это касается страны, или межстрановых отношений. Я сейчас должен, наверное, еще сделать небольшое уточнение. Я об этом говорил неделю назад, в прошлый четверг. Этот номер журнала, вот сегодняшний, он особенный еще и потому, что впервые за много недель он снова выходит в бумаге. Я прав, Виталик? Да, да, да. Мы четыре недели, по-моему, не выходили в бумаге, делали материалы только в онлайн, публиковали из-за того, что опасно было работать вместе, не хотели подвергать риску всю цепочку логистики и читателей. И вот, как бы, впервые мы напечатали настоящий номер. Потом мы сделаем опять паузу, потому что с 1 по 10 мая даже типография не работает, а потом мы опять вернемся в печатку. Ну и вы представляете себе, насколько это уникальная возможность войти в историю, единственное издание нового времени в печатке во время карантина. Такое часто бывает. Да, так и есть. Так и есть. Нужно теперь, наверное, объяснить, как достать-то номер, который в печать вышел. Ну, потому что, ну, киоски не работают, да, вот я прямо сейчас мы с вами разговариваем, я могу вот посмотреть, у меня тут с балкона, я смотрю, да, вот у меня киоск печати, вот он закрыт. Не работает уже много недель. Смотри, ну, во-первых, у нас есть тысячи подписчиков, они все получат по подписке, а во-вторых, все-таки розница, она состоит не только из киосков, но и из супермаркетов, там еще большая доля продается. И, как ты знаешь, супермаркеты все работают, эти дела там работают, поэтому вполне его все можно купить в Силипо, там, в Новосе, где угодно. А еще можно связаться со службой распространения журнала НВ. Для этого нужно, наверное, зайти на сайт nv.ua, связаться с нашими коллегами. Они обещают, насколько мне известно, помочь тем людям, которые действительно хотят обзавестись этим печатным, впервые за несколько недель, новым печатным выпуском, еще и спецвыпуском журнала НВ. Нужно связаться с нашими коллегами в редакции, они помогут получить его. Ну да, 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 это не будет проблемой, плюс, если вы подождете несколько дней, все материалы будут на сайте, там, в субботу, в пятницу, это можно будет прочесть онлайн прямо там из своего смартфона. Переходим теперь, давайте перейдем к сути журнала, к сути тех материалов, которые в нем опубликованы. Насколько я понимаю, я открою еще небольшой секрет, у меня был доступ к части из этих материалов еще до того, как они вот были опубликованы. И главный вывод, который я успел сделать, то, что коронавирус, он влияет вообще на все, и на политику, и на экономику, и на социальную сферу, и даже на религию. А я хочу у вас спросить, у моих гостей сегодняшних, а на что, на какую сферу человеческой жизни коронавирус повлияет максимально, или уже, может быть, повлиял максимально? Это политика, это экономика, это вот та самая религия, о которой я уже упоминал. Ну, давай, наверное, я начну. Мне кажется, все-таки экономический эффект от коронакризиса будет максимальным, в разных странах по-разному. Но я вот только что освежил информацию и понял, что мировое падение ВВП составит 3%. В Украине, скорее всего, это будет около 7-8%. Это последние прогнозы, которые я услышал от макроэкономистов. 7% это довольно больно. Это, конечно, не 2015 год, когда у нас рухнула валюта и было 15% падение. Это даже не кризис 2009 года, но в целом это довольно сильный удар. Вот я сейчас посмотрел по отраслям, специально еще созвонился со своими бизнес-журналистами. Выяснилось, что около миллиона людей были без работы в ресторанной отрасли. Это как бы много, да? Это в Украине. Мы сейчас говорим о национальной статистике. Да, около 100 ресторанов, скорее всего, не откроются лишь в Киеве после кризиса, не переживут его. Огромный масштаб падения в тур-отрасли. У супермаркетов, как ни странно, тоже большой масштаб падения. Ну и авиалинии практически пострадали тоже очень сильно. К тому же, вот ты меня спрашивал, какие есть неочевидные вещи, неочевидные отрасли, которые пострадают. Вот наши айтишники, как ни странно, заметили огромное тоже снижение заказов, потому что их заказчики даже за рубежом тоже подверглись, скажем так, экономическому удару. Ну и малый бизнес, около 25% малый бизнес, скорее всего, не переживет этот кризис, либо выйдет очень-очень потрепанным. Я вот здесь в селе живу, я разговаривал тут с прорабами местными, кондиционерщиками, ну и они говорят, у них все заказчики поставили как бы на паузу проекты, потому что люди не понимают, на что им копить деньги, на продукты, на выживание, либо там на крышу новую, поэтому здесь малый бизнес тоже сильно пострадал. Так, Селянин Сыч, подождите одну секунду, я хочу подключить сейчас главу совета директоров Дарница групп Дмитрия Ошимкова к разговору, потому что, Дмитрий, он же работал еще и в Майкрософт, и я хочу спросить, а как вот казалось всегда, что ну вот работа в IT-сфере, ты не сильно зависишь там от какого-то дяди, тебе не надо ходить в какой-то офис, ты сидишь, работаешь из дома, еще и сам выбираешь, на кого тебе работать. Весь мир перед тобой открыт, ты можешь делать сайты, писать программы для, ну, кого угодно. А действительно есть информация о том, причем я получаю от тех людей, которые заняты в IT-сфере, о том, что резкое падение заказов, с чем это связано, почему вдруг работа мечты оказалась не такой уж и прекрасной, не такой уж и привлекательной. Ну вот, вы очень хорошо отметили, дело в том, что поскольку большая часть бизнеса в Украине IT связана с аутсорсом, аутсорсинг напрямую связан с заказами и экономическим состоянием заказчиков в мире. Если мы посмотрим на падение индустрии, например, в Соединенных Штатах, вот назывались еще цифры, цифра, которая внушительна, дефицит бюджета в США будет превышать 18% в этом году. Это огромные деньги и, соответственно, те триллионы долларов, которые вливаются сегодня в экономику, например, Соединенных Штатов, они, как правило, идут на поддержание бизнесов и в большей сфере это выплата заработных плат, удержание рынка текущего, не продолжение инвестиций в новые проекты. И как результат заказы на разработку будут уменьшаться. Это факт. Мы должны понимать, что, пожалуй, самым главным ударом эпидемии было и есть сейчас в экономический аспект и, главное, в поведение потребителя. Мы все меняемся. 21 день достаточно для того, чтобы изменить поведенческую модель человека. Здесь у нас не просто меняется индивидуальная поведенческая модель, меняется поведение общества. Это и социальное дистанцирование, это и непонимание или беспокойство за свое здоровье, это стресс, связанный с бизнес-процессами, взаимодействиями. Соответственно, мы сегодня, вот Виталий уже говорил о сейлинге, который имеет место. Поэтому и даже онлайн-бизнесы все увидят и почувствуют, насколько начнет проседать consumer spending, то есть потребительское потребление. И будут разные отскоки, если мы смотрим на текущий отскок в Китае, то он все равно в ряде отраслей не прыгнул выше возврата на 50%. В некоторых, например, в общественные места это только 80%. Соответственно, мы должны понимать, что в результате всех событий, которые сейчас имеют место, мы изменимся, изменится наше поведение, изменится наше отношение. И не будет ни одной индустрии, которая может сказать, смотрите, я вышел победителем в то время, как все остальные там проиграли. Проигрывает всеобщая глобальная экономика, но опять же она создает новые возможности для развития бизнеса, для создания новых бизнесов. И для бизнесов, которые были не готовы к таким вызовам, к цифровой трансформации, к удаленной работе, к удаленной работе команд, это практически вирус убийца. Я добавлю немного совсем к тому, что сказал Дима по поводу Америки. Я вот сегодня услышал удивительную цифру, 25 миллионов рабочих мест потеряно в США. Это 15% всех рабочих мест. Это огромная цифра, 15% всех рабочих мест. Понятно, что Ситибанк, Боинг, это все были заказчики украинских программистов. Я, наверное, не ошибусь, если я это скажу. Я точно знаю некоторых компаний Боинг и Ситибанк. И, естественно, они сокращают свои расходы, поэтому это ударит по нашим программистам. Но опять же, добавлю, Виталий, те ребята, которые работали на онлайн-проекты или в проекты, связанные с облачными технологиями, мы увидим запрос больше на этих разработчиков. Это больше в направлении машин-лэрнинг, больше в e-commerce, потому что инвестиции глобальные будут идти больше в диджитал. И, соответственно, те, кто создает диджитал, но диджитал, который может компаниям переносить деньги. Давайте прервемся на несколько минут для новостей и рекламы. Возвращаемся в эфир. Я напоминаю Дмитрий Ишимков, глава совета директоров «Дарница» групп, гость сегодняшней программы «Мае слово номер один». Нельзя по номерам, просто вот первым назвал. А вторым гостем является главный редактор журнала НВ Виталий Сыч. Обсуждаем свежий номер журнала. Сейчас покажу его обложку, еще раз покажу, попробую. Надеюсь, видно, пока не до конца я освоился с видеоаппаратурой, которую мне редакция предоставила, но надеюсь, что те, кто захочет рассмотреть, рассмотрят то, что я показываю. Витрувянский человек, да? Да, одетый в костюм биозащиты от вируса. Друзья, мы резко перескочили с политики на социальный аспект, с экономики, прошу прощения, до политики мы не добрались еще. И я хочу как раз о социальном аспекте поговорить. Да, мы вот сейчас выяснили о том, что не так сильно ударит кризис, коронакризис, мы уже специальное название придумали, по тем людям, кто занят в облачных технологиях, потому что работы переезжают удаленно. Мы сейчас с вами записываем программу, готовим программу удаленно. Поэтому вот все те технологии, которые позволяют максимально упростить удаленную работу, конечно, будут развиваться. Ну а в целом-то, что нас ждет в новой социальной реальности? О чем я говорю? Мы теперь вот будем так скучать по нашим работам, что когда карантины по всему миру закончатся, мы все с удовольствием побежим в редакции, в офисы, на заводы. Или наоборот, мы уже за это время так привыкнем работать издалека, мы уже настолько поймем, что нет особой необходимости куда-то с утра ехать, где-то там толкаться в маршрутках, идти под дождем, а можно все сделать из дома, что не захотим уже возвращаться. Юр, ты знаешь, я думаю, скорее второе. Мои личные впечатления и впечатления от моих знакомых, скорее второе. Скорее, кризис стал, грубо говоря, временем, когда люди поняли, что очень многое можно делать дистанционно. Они просто не хотели технически учиться, напрягаться. Никто не знал, как делать этот Zoom, как организовать видеоконференцию. Теперь у меня в редакции умеют это делать практически все. Все поняли, что мы никогда не проводили редколлегии по Zoom. Всегда делали это только лично. В принципе, сейчас мы посмотрели, у тебя на экране вся редакция, 15 человек. Тот, кто говорит, он подсвечивается, становится больше. В принципе, это очень удобно. Мне по Skype чуть менее удобно, там хуже звук. У меня конференции идут за границей по радио. А по Zoom, ну, в принципе, хорошо. Поэтому этому, кстати, феномену посвящена одна из статей экономиста в этом номере. Там говорится о том, что намного больше станет дистанционных встреч после коронакризиса. Я вот также обратил внимание, кстати, маленький нюанс. У меня у Димы тоже есть дети, я думаю, и у меня двое детей. Они полностью занимаются по Zoom дистанционно сейчас. Там 4 урока в день. Даже такие советские закалки учителя, которые наверняка не имели ничего общего с технологиями, освоили эту технику, показывают там листочки, демонстрацию на экране делают, курируют эти группы учителя. Извини, что я тебя перебиваю. Вот прежде чем начать запись программы, я тут с дочерью своей разговаривал, я ее каждое утро поднимаю, сажаю ее за уроки перед компьютером. И вот она сейчас приходила и говорит, что ты уроки-то не делаешь, что у вас же там должна была быть какая-то лекция, потом тесты сдавать. Она говорит, да у нас учительница опять не может настроить Zoom, у нее она опять забыла пароль. Да, да, да. Это бывает, это бывает. У нас такое тоже бывает. Но в целом, я тебе скажу, у нас идет просто конвейер этих преподавателей разного возраста, математика, читания, математика, английского, возрамку до обиду, которые прекрасно по Zoom как бы все делают. Поэтому я думаю, это будет буст, то, что говорится, такое ускорение для дистанционного образования. Я могу просто добавить, Виталий, у меня утром тренер проверяет зарядку, делает зарядку с обоими сыновьями по Zoom, затем уроки, а вечером у них каждый день тренировка бальных танцев. Все дистанционно. Все дистанционно. То есть, да, есть нюансы, да, есть аспекты, но сегодня, кто не в диджитале, тот отсутствует, его не существует просто. Он может есть, но его нет. Я очень поддерживаю точку зрения, что если раньше все проекты обсуждали, когда в разных компаниях, а я, поскольку практически знаю огромное количество украинских компаний по цифровым аспектам, могу сразу сказать, что компании откладывали, переносили, не делали. Например, в Дарнице мы давно приняли решение о цифровизации. Много лет назад у нас вся инфраструктура в облаке, поэтому для нас переход в облаку, переход на карантин или частично удаленную работу никак не повлияло. Кроме того, мы начали использовать современные технологии, которые, например, автоматически рассчитывают маршрут транспорта, который должен собрать наших рабочих, рабочих, чтобы привести смену на завод. То есть мы начинаем использовать очень много цифр, которые позволяют нам... Дмитрий, я прошу прощения, что я перебиваю. А вот как быть с теми самыми рабочими, с теми самыми людьми, которые никак не могут удаленно работать? Кто-то же должен стоять у конвейера, кто-то должен заниматься озеленением улиц и так далее. Да, соответственно, мы являемся производственной компанией. Соответственно, у нас было уделено большой объем времени тому, как мы работаем с нашим производственным персоналом. Это их защита, безопасность, медицинское страхование, доступ к медикаментам, резервации для них в зависимости от потребности. Дальше постоянный мониторинг состояния здоровья и обеспечение работы предприятия, потому что мы говорим о предприятии, которая обеспечивает лекарственными средствами как пациентов, так и клиники, госпиталя и так далее. Соответственно, да, здесь возникают риски, но здесь вопрос о разведении рисков, управлении рисками, социальное дистанцирование, ответственность сотрудников перед собой и компанией о состоянии своего здоровья. Это карантин. Понятно, что у нас возникали люди, которые заболели ОРВИ, соответственно, они остаются дома. Мы мониторим со здоровьем и так далее. То есть это постоянное понимание компании в цифровом виде, какое состояние человеческих ресурсов, извините за такой некрасивый термин, но состояние ресурсов компании в различных ее аспектах. Часть компании на удаленке, часть компании работает сменно, часть это технологическая трансформация производства, внедрение автоматизации во многих аспектах. Но для фармацевтики это свойственно защитные костюмы, маски и так далее, потому что это часть культуры производства. То есть качество лекарственных средств требует этого. То есть получается так, что для тех людей, которые работают руками, для тех людей, которые там трудятся у станка, грубо говоря, или у конвейера, вот эта новая реальность, посткризисная, посткоронокризисная, будет означать, либо никаких перемен не будет, только начальство будет у них из дома ими руководить, или их заменят какими-то высокотехнологичными устройствами. Я правильно понимаю? Или все-таки для них тоже есть какая-то хорошая новость? Во-первых, их стоимость вырастет, поскольку дальше будет стоять вопрос их защиты. Сегодня затраты на сотрудника супермаркета или фармацевта в аптеке, то есть провизора, значительно выросли, потому что от стоимости защитных средств плюс дополнительная оплата труда мы имеем, в общем-то, людей в рисковой зоне, и главное в данной ситуации это обеспечивать работу экономических предприятий, и мы будем видеть разные аспекты. У нас и менеджмент компании регулярно приезжают на завод, работают на заводе, поскольку мы не можем отделять себя от коллектива, при этом мы понимаем, что социальное дистанцирование во время встречи или совещаний имеет место быть. Я также прочел в экономисте, кстати, что одно из последствий основных всего кризиса будет развитие автоматизации производства, что компании с большей долей автоматизации производства будут выигрывать конкуренцию, и поэтому, к сожалению, многие поняли, что люди, humans, уязвимы, нужно развивать эту историю. Я вот закончил тему, которую я начал говорить, буквально два предложения по поводу дистанционной работы и образования. Я думаю, что у нас, например, в компании либо в редакции намного больше людей чаще будут работать просто удаленно, потому что Киев большой город, добраться к нам в офис на Подоле за 15 минут нельзя, это не Чернигов, не Винница, многие едут час из пригорода либо откуда-то еще, час туда, час назад, зачем? Иногда можно просто работать дома. Конечно, если тебе нужно звонить, брать интервью с кем-то, встречаться, общаться и так далее, приезжай в офис, а иначе, в принципе, это не обязательно. Поэтому, я думаю, эффект будет. Я также посмотрел на основные выводы, вот такие, знаешь, корпоративные, организационные в экономисте, которые ожидаются по прогнозам. И первый, это значительно большее использование дистанционных встреч теперь, да. Второе, это то, что корпоративная почта уступит место вот команды, да, все там, другим средствам, например, Slack. Я не знаю, что такое Slack, я не пользуюсь, но я заметил за собой, что я намного больше по WhatsApp уже коммуницирую, чем по корпоративной почте, да. Поэтому вот эти процессы, они тоже как бы происходят уже. То есть мы меняемся, но мы меняемся, собственно говоря, с использованием тех же самых инструментов, которые были и до коронакризиса. А почему это происходит? Потому что не так давно он разразился, и не успели еще выдумать новые какие-то инструменты для удаленной работы, для упрощения работы тем, кто не может перейти на удаленку, или достаточно тех инструментов, которые существовали? Ну, слушай, за две недели, за две-три недели разработать новые инструменты, я думаю, непросто, но некоторые инструменты, которые там были неизвестны широкой общественности, например, как Zoom, да. Кто там слышал о Zoom? Ну, там, я, может, и слышал, но никогда не пользовался. Все слышали о Скайпе. А потом вдруг выяснилось, что Скайп – это вчерашний день. Ну, я условно говорю, не знаю, может, это антиреклама Скайпа, но такое мнение преобладает. И вдруг все ринулись там в другие какие-то способы коммуникации, поэтому они получили там огромное ускорение. Вот та же новая почта, смотри, сейчас работает прекрасно. У ребят все налажено, автоматизация, логистика, все работает хорошо. А те сети супермаркетов, у которых не было сайтов с продажами нормальных, они просто пострадали. Вот, например, там кто-то объединяется, АТБ объединяется с розеткой, по-моему, да, сельпой, еще с кем-то. Выяснилось, что у них вдруг нельзя ничего онлайн не купить. Вот, извиняюсь, но есть такой магазин Goodwine, их два в Киеве, да, там, где есть вино и много других продуктов. Вот у них все давно работало прекрасно, а доставка работает хорошо. Они, конечно, обслуживают там незначительную часть населения, вот, но они были готовы. А большие сети оказались не готовы. Я уверен, что они сейчас все ринутся разрабатывать свои онлайн-сервисы по продажам и доставке и прочим. Они поняли, что это огромный рынок. А я знаешь, что еще обнаружил? Что вот большая проблема для тех, кто делает радиопрограммы удаленно делать их качественно. Я вот вынужден был собрать, у меня домашняя студия, я тебе фотографии присылал. Но мы с тобой делаем относительно качественно. Мы отлично делаем. Я имею в виду по звуку. Замечательно качественно. Я имею в виду вот чисто техническую сторону. Я собрал из чего попало дома студию. У меня два компьютера, микрофон, программы какие-то, которые я что-то искал. Я видел, это выглядело как балкон. Это похоже на балкон. Ну вот у меня весь балкон занят домашней студией. А есть какие-то решения, которые бы, например, это все поженили в одном устройстве, в одном ноутбуке, ну там плюс какой-нибудь там микрофон. Слушай, мы можем тебя поженить, мы можем в офисе сделать тебе балкон. И ты будешь с балкона вести программу. Ты понимаешь, мне в лучшие-то времена, когда метро ходило из дома с моего далекого левого берега на работу, нужно было добираться полтора часа. А сейчас я вообще не представляю, сколько я буду туда-обратно добираться. – Ну да. Ну посмотрим. Слушай, если вот качество звука… Давай людям раскроем секрет. Мы записываем все по Facebook мессенджеру, да? – Нет, 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 нет. Я честно могу тебе сказать, что мы по Facebook мессенджеру записываем программы с тобой. Почему? Потому что ты ленишься установить Telegram. Обычно мы записываем через Telegram. Я пытался через ряд других программ это делать, но не получается. Время, получается, но не с тем качеством, как хотелось бы. – Ну вот Telegram дает… – Вы представляете, вы когда-нибудь себе могли представить, дорогие слушатели, о том, что журналист и ведущий ведут… главный редактор и ведущий… Эфира будут обсуждать виды программ и кто, какая программа для них работает еще, скажем, полгода назад. – Да нет, не было даже мыслей таких. Мы встречались каждое утро в редакции, выясняли, кто когда, с какой стороны к микрофону подходит, и все. – Ну вот, если я тебя правильно понимаю, то Telegram дает лучший звук, да? Потом идет Facebook мессенджер на втором месте, вот с помощью которого мы сейчас записываемся. Поэтому люди, многие, если опять-таки правильно я тебя понимаю, практически не чувствуют потерю качества звука при Telegram и Facebook мессенджере, да? – Я хочу тебе сказать, что слово «потеря» у тебя зависло, и там был такой… вот прям вот на словах «потеря качества» потерялось качество. Давайте прервемся на несколько минут. – Значит, все-таки чувствуют. – Давайте сейчас дадим возможность рекламе и новостям разбавить нашу монополию в эфире. Возвращаемся снова в эфир. Я напоминаю Дмитрий Шимкев, глава Совета директоров Дарвница Групп, Виталий Сыч, главный редактор журнала НВ «Гости» сегодняшней программы «Мое слово». Говорим о спецвыпуске. Спецвыпуск журнала НВ «Совместный» с «Экономист» посвящен коронавирусу. Обсудили массу уже аспектов коронавируса – технический, технологический, социальный, экономический. А хотел-то я начать совсем другого. Хотел начать с политического, и даже Виталию об этом говорил. – Давай вернемся к тому, чего хотел. – Давайте вернемся. Я сейчас попытаюсь сформулировать так подробно, максимально подробно вопрос. Смотрите, друзья мои, хочу выяснить, коронавирус, коронакризис показал или не показал преимущества каких из существующих общественно-политических систем? Что я имею в виду? У нас по большому счету сейчас в мире три главных системы. Есть система свободная, западная, демократическая, где права человека и свободы человека превыше всего. Это системы Западной Европы, система США, Канады, Австралии, и так далее. Есть противоположная система, где государство превыше всего. Это в первую очередь Китай, где государство рассказывает гражданам, что они должны делать, как они должны делать. Ну и третья система, я ее так условно назвал корпоративная. Это система, где государство на втором месте по сравнению с корпорациями. России, это такие страны, как, скажем, Сингапур или Южная Корея, где бизнес диктует правила, бизнес диктует то, как должны жить государство и общество. Ты знаешь, Юрий, я внимательно следил за развитием эпидемии по всему миру и тоже пытался понять, какие страны и системы являются более эффективными в борьбе с кризисом. Естественно, авторитарные режимы пытались использовать эту ситуацию, чтобы сказать, посмотрите, вот насколько эффективны наши системы. Но мне лично показалось, что наиболее эффективное общественно-политическое устройство – это карантин, извиняюсь, вне зависимости от политической системы. Потому что, смотри, теоретически считается, что Китай неплохо прошел эту историю и с ней справился, но на самом деле сейчас выясняется, что мы не знаем настоящего масштаба эпидемии в Китае. Минимум вдвое занижены. Также врали всему миру, лишь на седьмой день сообщили о грядущей пандемии, хотя уже знали на самом деле. Потом другая история – демократический мир. В разных странах по-разному прокатилась эта эпидемия. Сильно ударила по Италии и Испании, очень сильно по США ударила и менее сильно ударила по таким странам, как мы, Украина, Польша, Чехия прекрасно справилась, Австрия, Германия неплохо справились. Какое-то время считалась очень хорошей моделью, шведская модель. Там они вообще не вводили карантин, никакого эффекта на экономику. Но потом выяснилось, что это все фикция и дурилка. Мы опубликовали статью на прошлой неделе известного шведского журналиста, главреда бывшего, сейчас он профессор политологии Королевского университета. И он сказал, что весь мир смотрит на Швецию как, например, того, как можно пройти эпидемию без карантина. Но это все ошибка, потому что все это основывалось на мнении одного человека, главного эпидемиолога. И потом уровень смертности просто взлетел до небес, вся эта система оказалась неэффективной. И я тебе просто последний уже про твой последний сектор – корпоративные страны, там Южная Корея и Сингапур. В принципе, это высокотехнологичные и богатые страны, которые отслеживали заболевания и таким образом с этим боролись. Я уже неоднократно упоминал, что моя сестра живет в Сингапуре, я приводил примеры оттуда из жизни. Так вот, в Сингапуре все было неплохо. Они справлялись довольно хорошо до того, как на прошлой неделе моя сестра получила сообщение по WhatsApp от правительства Сингапура, а там уведомляют все 5 миллионов по WhatsApp, о том, что Сингапур полностью закрывают до 1 июня. Не справились с помощью вот этой точечной изоляции, точечного карантина, закрывают Сингапур до 1 июня полностью. Бассейны все закрыты, рестораны. Из чего я делаю вывод, неважно какая у вас система, там авторитарная либо демократичная, если вы вовремя ввели карантин, у вас все будет не так плохо. Если вы морозились, извиняюсь за дворовой жаргон, как делал Дональд Трамп, либо как делали британцы, либо как делали итальянцы, они поздно ввели карантин, то у вас, конечно, масштаб эпидемии будет огромным. Можно я сейчас вмешаюсь? У меня тут есть интересная история о том, кто как борется с карантином. Масса есть всяких разных историй, как ты правильно сказал, связанных с тем, кто как противостоит карантину. А вот, например, в Найроби, это и город, и административная единица в Кении. Местный губернатор, которого зовут Майк Сонко, он раздавал своим избирателям и жителям Найроби пакеты помощи во время, вот для противодействия коронавирусу. И там, среди прочего, были бутылки, маленькие бутылочки Хеннесси. И он объяснил, что это такие… А это точно не Леонид Черновецкий? Нет, нет, нет. Он объяснил, что это санитайзер, и что коньяк идеально убивает микробы, которые уже успели проникнуть в горло. И на эти его эскапады вынуждены были отреагировать даже чиновники из Всемирной организации здравоохранения и напомнить о том, что алкоголь вовнутрь никак не мешает появлению и развитию заболевания. А жаль. И даже попросили, даже попросили на время пандемии снизить количество употребляемого алкоголя. Вот такая вот история. Ну, я бы хотел вернуться к теме Сингапура. Дело в том, что Сингапур действительно очень долго находился в очень хорошем состоянии. И последняя вещь, которая произошла, дело в том, что в Сингапуре есть зоны, такие кластеры проживания этнического населения разных этносов. И это очень компактное проживание людей. И началась миграция людей, которые приезжали из Малайзии или из других стран. И в результате произошла, скажем, контоминация определенных регионов. А поскольку плотность населения довольно большая, это повлияла, это вспышка. Произошла вспышка. У меня вчера как раз был конференц-звонок с ребятами из Сингапура. И они мне просто объясняли эту динамику, которая неожиданно произошла. Да, да, да. Они забыли про общежития с сезонными рабочими. Абсолютно. Да, сезонные рабочие, соответственно, это все повлияло. Я хотел бы, знаете, ответить на вопрос так. Кто выиграет? Выиграет та страна. И это не имеет значения, в общем-то, от политического режима. В какой-то мере политического режима не имеет значения. Которая станет высокотехнологичной. Которая будет проводить максимальное количество тестирований. Которая начнет инвестировать в вопросы, например, секвенсинга ДНК, РНК и так далее. Которая позволит проводить более точное сегментирование населения по рискам. Это управление риском. То есть карантин должен стать более умным. Сейчас мы играем в карантин, поскольку мы не можем каким-либо образом тестировать и сегментировать людей. Соответственно, мы закрываем по максимуму, поскольку у нас нет инструментов. Пример. Такие вот разные вещи, которые имели место, например, в Германии. Это драйв-ин тестирование. Дальше аналогичная ситуация была в Южной Корее. Когда стояли будки на улице, вы могли протестироваться, и человек ввел самосознательность и тестировался, и затем, получая результат, он мог выходить на улицу. Какие-то страны захотят это регулировать, пропуская идентификаторы. Такой худший вариант. Другие будут. Это будет самосознательность, но какая-то форма контроля и тестирования позволит сделать пандемию легче. Я напомню, что это пандемия номер один. Кстати, именно так называется Bill Gates Notes, который выходит регулярно, где он освещает, как будет выглядеть пандемия дальше. И он называет это пандемия-один. Поэтому мы должны понимать, что будет пандемия-два, будет пандемия-три и так далее. Отлично. Мы должны понимать, что, извините, мы живем в таком мире. Я шучу. В глобальном наше тело состоит, то есть 15 тысяч генов внутри нас это гены вирусов в результате эволюции человека. В принципе, я готов к пандемии-два, я вчера закупил 8 пачек пасты. Да, мы слышали, что ты в Гудвайне, наверное, закупил 8 пачек пасты. Не-не-не. Я живу сейчас в Киевской области, мне до Гудвайна далеко. И вот я просто продолжу то, что сказал Дима. Я видел разработку австралийскую. Это дрон, который наблюдает за толпой. Например, скопление людей. Будь то протест, либо ивент, который мы проводим, либо что-то еще. Либо просто много людей на улице. Шоппинг-молк. Вот. И он выявляет по температуре заболевших тут же, как бы, да, тут же он выявляет все контакты, которые были у этого человека в толпе и уведомляет всех тех, с кем он контактировал. И сообщает о человеке, который, возможно, заражен. Вот такие же технологии. Я хочу сказать, что вот эти технологии вызвали огромное сопротивление со стороны правозащитных групп в странах Запада. Потому что, ну, непонятно, где заканчивается частная свобода и заканчивается, и начинается безопасность окружающих. Можно ли действительно при помощи каких-то систем слежения, при помощи дронов, каких-то там, я не знаю, термометров дальнего действия выявлять людей, которые потенциально небезопасны, их хватать, куда-то увозить и так далее. Ну, то есть, опять, это сложный этический такой момент. Очень сложный. Однозначного ответа на него нет, к сожалению, пока еще. И вряд ли он появится в ближайшее время. Ну, от меня нет. Такие технологии уже разработаны, и они опробуются, тестируются. А насколько широко они будут использованы, это мы посмотрим. Но я так понимаю, вот Дима хотел еще рассказать нам, что эпидемия выявила слабости каких-то систем здравоохранения, и как это все повлияет на медицинную систему здравоохранения. в разных странах, да, Дима? Да, я думаю, что то, что мы наблюдаем уже сегодня, это способности и неспособности практически везде в мире. Смысл введения карантина – это создание подушки, временной подушки для системы здравоохранения, чтобы она могла справиться с количеством заболевших. Нужно понимать, что инвестиции в разработки антивирусных препаратов были очень незначительные. Почему? Потому что инвестируя в антивирусный препарат, а это клинические исследования, это несколько лет исследований, вы, как правило, проведите такие клинические исследования нужно на конкретных кейсах. Поэтому сейчас количество клинических исследований очень большое в мире у медицинской компании. А, соответственно, до этого инвестиции в разработку антивирусных препаратов были сокращены аналогично. Это же касается и вакцин, потому что это не очень прибыльный бизнес с точки зрения фармацевтической истории, медицинской истории. А в продолжении этого, например, в Соединенных Штатах в прошлом году, по-моему, на 20% было сокращено финансирование CDC. Это главный регулятор, который контролирует, мониторит состояние болезни и так далее. Поэтому были вспышки кори и других болезней. И у вас сейчас эти подходы могут измениться, я так понимаю, да? Конечно. Во-первых, что будет точно меняться? То есть количество компаний, которые сейчас идут в антивирусные препараты, растет. Дальше огромные исследования, которые идут и в генетические исследования, и иммунология начинает получать буст определенные развития. Это поиск препаратов, поиск решений, изучение вирусной природы. Вирусология всегда была сложной наукой, потому что это не так просто. Иногда кто-то говорит, что вирусы живые существа, вирусы не живые существа. Но это во многих элементах поведение вирусов сродни вирусов компьютерных программ. Они, в общем-то, имеют похожую концептуальную природу. И изучение этих аспектов будет большое. Второй аспект – это вся медицинская система. От тестирования, проверок, мониторинга, диспетчирования, служб emergency, защита врачей, безопасность врачей, количество врачей. Мы должны понимать, что население планеты растет быстрее, чем растет количество врачей на планете. А это предполагает определенное самолечение, чего мы всегда стараемся предупредить, чтобы люди не занимались. Но мы будем приходить к развитию, опять же, телемедицины. Я прошу прощения, у нас одна минута осталась. Телемедицины и развитие новых факторов и, опять же, структуризация всех больниц, количество комнат emergency, интенсивной терапии и так далее. Что ж, спасибо большое. Как всегда у нас программа, особенно в четверг, не хватает отведенного времени. Не успели мы поговорить о выходе из карантина, который, я надеюсь, начнется буквально через неделю. Да, 12 мая мы возобновляем... Должны 12 мая... Ну, будет приниматься решение еще как раз накануне, исходя из, в первую очередь, медицинских соображений, исходя из того, что будет с эпидемией тогда внутри страны. Но я надеюсь, что мы все выйдем в ближайшее время. А сейчас хочу поблагодарить своих сегодняшних гостей. Напомню, Дмитрий Шимкин, глава совета директоров Дарницы группы, Виталий Сыч, главный редактор НВ, помогали мне сегодня сделать сегодняшнюю программу «Майя. Слово». На этом прощаемся. Всем всего хорошего. Пожалуйста, берегите себя. Спасибо, Юра. Спасибо, Дима. Спасибо всем, кто слушал. Спасибо большое. И будьте здоровы. Спасибо, Юра. Продолжение следует...